Приветствую вас. Ну вот так сходу я вижу страх оценки и страх неудач и возможно стыд, то есть невыраженный гнев, который стоит за стыдом у вас. Вот так это на скидку могу сказать. Может быть присутствует страх ответственности еще, то есть такие вот достаточно множественные страхи, здесь у вас есть, можете выбрать слова, можете выбрать другого. Мне кажется, что есть какой-то обычный страх, все остальные страхи как бы от него расходятся в виде таких веточек, поэтому не знаете остальные страхи, то в принципе работая с ним, можно решить глобальную проблему. Вот. Я бы сказал, что за тем, что вы боитесь оценки, да, и вот, ну, соответственно, моей гипотезе, вот за тем, что вы боитесь оценки, что вы боитесь неудачи, вот, что вы обесцениваете себя. За всем этим как-то вот из периферии уходит вот эта вот идея, да, мысль, точнее, о том, что ради чего я все это делаю, вот. Зачем я все это делаю, для чего я это все делаю. И вот это довольно такая важная история на самом деле. Ну вот. То есть отсутствие понимания для себя смысла того, что вы делаете, тоже играет очень серьезный урок. И вот, знаете, как бы, к корректировке этой ситуации, помимо проработки детских возможностей, страхов. Еще обязательно работа над ценностями, над целями, вот, которые вы себе ставите. Вот, обесценивание, которые у вас есть, то есть оно, эти требования к себе, которые, ну, в идеале, коррелируют напрямую с вашими возможностями. Возвращает до небес, вот, и соответственно, как бы, немножко обращает ваше внимание в другую сторону. Плюс, может быть, вы получаете некоторую выгоду из-за всей этой ситуации. Например, вы можете ничего не делать. Ну, поскольку, допустим, боитесь неудачей. Или, может быть, вы, благодаря этому своему состоянию можете, эм, кого-то обвинять. Да? То есть, ну, просто вот. Обвинять, например, там, не знаю, своих, допустим, родителей. Да? Если, ну, где-то в глубине души вы считаете, что виноваты они. Вы можете обвинять, эм, там, несправедливость, да, обижаться и так далее. То есть, ну, тут просто есть некоторая такая вторичная выгода, которая может быть, вот. Поэтому, эм, обратите внимание на то, как вы ставите свой вопрос. Ну, то есть, смотрите, как это выглядит со стороны. Со стороны. У вас есть некоторые проблемы. Совершенно очевидно, что с проблемами вы сами не справляетесь, не можете с этим справиться. Проблемы достаточно серьезно влияют на вашу жизнь. Вы обращаетесь на сайт психологов. Вы задаете вопрос, причем вопрос задаете, ну, такой, достаточно коротенький, эм, по соотношению с тем, сколько в нем проблем, да, возможно. И, эм, вы спрашиваете, как быть. Ну, давайте подумаем, эм, что может сказать психолог в ответ на вопрос, как быть при наличии, эм, вашего, эм, текста. Вот, вашего вопроса. Подумайте сами. Как, как вы-то хотите быть? Вы хотите что-то корректировать? Вы хотите что-то исправлять? Ну, если так, давайте, давайте, если так, выбирайте себе специалиста и начинайте работать. Вот. То есть, я могу задать вам вопрос, как быть, чтобы что? Какую из проблем вы хотите решить? Ну, вот, например, если мы говорим про общение, допустим, общение. Это, эм, как вы понимаете, притекает из общего корня общего. То есть, чтобы общаться с людьми нужно было что-то общее. Из чего базируется общее? Ну, наверное, из того, что в человеке есть. А что в человеке есть? Это его интересы. Это его опыт. Это его фантазия. То есть, интересы – это настоящее. Фантазия – это будущее. А опыт – это прошлое. Ну, понятно, что в фантазии могут быть и опрос вам тоже. Но, как правило, в фантазиях либо то, чего нет, либо будущее. Вот. Поэтому, чисто формально я отнесу фантазии к будущему. И вот этим вы делитесь с людьми с людьми. Но необходимо, чтобы то, с чем вы делились с людьми, откликалось у них. Поэтому, люди выбирают себя тех, кто может оценить их интерес. Например, аниме. Если мы говорим об аниме или о комиксах, о боевиках, о театральных постановках, о классической музыке и так далее. Об искусстве изобразительном. То мало просто увлекаться чем-то. Хотя иногда это было вполне достаточно. Люди необходимы приходят сами. Особенно, если человек начинает как-то вот вливаться в комьюнити. Необходимо еще и доносить до людей. Вот. То, что вам интересно. Не бояться этого. Вот. Понимаете? Вот. Здесь, как раз таки, на первый план выходит вот эта вот история про страх оценки. Которые у вас есть. Вот. Если человек боится, что его оценят, то, понимаете, как бы, вот субъективно, да, очень часто человек думает, что оценивают его, 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 его всего. По факту, страх происходит только как у одной стороны, да, только в определенное время и определенным человеком в определенные ситуации. И все. И то эта оценка, в принципе, невозможна. Люди думают, что они могут оценить, но по факту нет. Но вам кажется, что оценивают вас целиком. Как вы к этому приходите, большой вопрос. Здесь необходимо откалибровать то, что вы о себе думаете. Ну и о других, конечно, тоже. Ну, повторюсь, у вас нет запроса какого-то, такого достаточно чуткого, чтобы можно было сказать, о, Аня хочет с этим работать. Так почему Аня, а не Анна, например. Тоже не совсем понятно. Ну и на этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok